Всем привет, с вами я, Цитрус0974, и вот оно наконец произошло, это знаменательное событие. Растение против зомби, битва за Нейбрвиль, вышла на Нинтендо Свич. Ну да, правда, произошло это уже почти неделю назад, я как всегда самый последний, ну ладно. Вроде бы я уже все ключевые изменения рассказал в двух предыдущих видео. Кстати, уж тогда уж заодно я оставлю на них подсказки и ссылки в описании, вдруг еще не смотрели, вдруг вы вообще ничего не знаете, впервые открыли просто это мое видео, заинтересовались именно битвы за Нейбрвиль для Свича. Вот, поэтому в этом видео я упомяну лишь несколько последних изменений новостей, которые я еще не сказал, ну и также озвучу впечатления очевидцев, то есть моих зрителей, ну и собственно ютуберов англоязычных. К тому же, на русском этого еще никто не делал. Итак, также еще перед началом хочу сказать, чтобы вы досмотрели это видео до конца, либо же перемотнули в конец, потому что там будут новости канала, в том числе грядущий стрим, который будет уже скоро, в субботу, получается, 27-го, уже марта. Итак, ну поехали наши самые простые изменения. Во-первых, то, что я забыл сказать, так это то, что ограничения по призовым лампочкам у нас будет уже не всего лишь 30, как в версиях для других платформ, а аж все 999, то есть можно копить сколько влезет и не думать, что они перейдут лимит. И вот раз уж мы как раз заговорили о валютах, то все легендарные улучшения персонажей продаются прям вообще слишком дешево, даже как-то обидно становится. Я вот персонажей покупал по миллиону монет каждый, а здесь они всего лишь по 500 тысяч. А легендарные улучшения вообще всего лишь по 60 тысяч монет. По 60! Не по 600 даже, по 60, Карл! А мне надо было месяц, а то и больше задротить, чтобы накопить 500 радужных звезд. А тут такая смешная сумма, которая набирается за 2-3 матча в захвате газона. Ну что это за несправедливость такая? Ну ладно, я отвлекся. В этом видео я хотел бы описать сей порт, как я уже сказал, насколько он удачным получилось по мнению людей. И чтобы вы могли решить, покупать или не покупать вам эту игру на ваш Nintendo Switch. Как я уже в сотый раз говорю, у меня самого этого Switch никак нету и взять мне его неоткуда. Поэтому опираться буду, как я уже сказал, на впечатления и материалы моих зрителей. Главным образом вот этих трех, спасибо вам большое, друзья. И англоязычных ютуберов. Red Hat Gaming, Bobbox 999, The Rexfusions, может быть, кого-нибудь еще. И да, это будет первое видео по BPN за историю канала, в котором я сам играть вообще совсем не буду. Поэтому в левом нижнем углу экрана постоянно будет написано, с какого канала взят показываемый в этот момент материал. Ну начнем со стабильности игры в плане качества и FPS. Все-таки это как бы первая игра на движке Frostbite для Nintendo Switch. Red Hat Gaming сказал, что стабильных 30 FPS, которые обещали, нет. Колеблется между 26 и 17. Но вот по моим личным наблюдениям на том же стриме Red Hat Gaming, да и на других видео, более-менее стабильный 30 FPS есть, во всяком случае в соло. В мультиплеере, да, просадок побольше будет. Но все равно больше 30 FPS нету. Все-таки пока мой комп древний круче. Ладно, но это во время самого геймплея. Что самое забавное, очень сильно лагают именно катсцены. Даже та, которая в первый раз встречает вас в игре. Причем у всех и на всех видео это видно. И все на это жалуются. На мой глаз там всего лишь около 15 FPS, и Red Hat Gaming говорит, что там 10-15. Катсцены не так уж важны, но да, неприятны. Что касательно динамического разрешения, то есть уменьшения качества рендера в сложных сценах, оно есть, оно работает. В каких-то нагруженных сценах, при каких-то масштабных эффектах, например, при взрыве той же бомбы грохострела, на картинке появляется мыло. И как положено, в подключенном в док-станции к телеку состоянии, эти проблемы уменьшаются. Ну, мои зрители, например, мыло вообще в таком состоянии не заметили, да и за разрешение, как я уже сказал, побольше. Но и то, всего лишь, к сожалению, до 1600 на 900. Ну ладно. Теперь по поводу немного выскажусь доступного контента. На данный момент доступны все открытые локации. Напомню, что их можно использовать только в одиночку, но зато и в оффлайн. А также почти полноценный мультиплеер. Только в отличие от других версий, 8 на 8 вместо 12 на 12 игроков. Доступно пока что всего лишь 3 режима. Захват газона, то есть Турф Тейковер. Садовые загробные операции, Гарден Гравиар Топс. И третий, который является еженедельным. На момент релиза таковым был Тим Венквиш, то есть истребление отрядов. Сейчас, разумеется, уже какой-то другой. В принципе, есть маленькая вероятность, что может быть добавят отдельные сервера еще для каких-то режимов, но это не точно. Также в позапрошлом видео я малость ошибся по поводу беспечного парка. Да, призовые карты можно менять вообще по своему усмотрению. Но, как я теперь понял, сам беспечный парк, то есть его внешний вид, будет меняться также сезонно. То есть там сейчас, как и на других платформах, беспечный парк Удача Зомби. Беспечный парк есть и публичный, и приватный. Как уже много раз говорилось, доната нет, и все продается очень дешево. И еще последнее, что я хотел сказать, что я забыл сказать про валюты, так это то, что даже в Наградотроне все костюмы намного дешевле. Изначально у всех вроде бы на платформах он был 60, мне почему-то так помнится. Тысяч. Сейчас 30 тысяч монет, а на Свиче всего лишь 15 тысяч монет. Очень мало. Да, вот так-то вот. Ладно, в общем, еще некоторые моменты. Как и в некоторых других играх Electronic Arts на других платформах, можно залогиниться со своего аккаунта Electronic Arts, то есть Origin. Я, честно признаться, не понял, обязательно это или нет. Но, в общем, можно использовать никнейм именно с Sonoma, а не с Nintendo Life, или как это у вас там называют. Также в игре доступна такая интересная штука, как Motion Control. Если вы не знали, то Nintendo еще вроде в Nintendo Wii придумала такую штуку, чтобы управлять объектом на экране при помощи движения игрового контроллера в пространстве. WFN, эта функция, имеющаяся, разумеется, у Свича, поддерживается, и вы можете управлять прицелом вашего персонажа при помощи перемещения джойконов. Подробнее об этом я рассказывать не буду. Если будете сами играть, то и сами же и затестите. А если хотя бы немного понимаете English, то посмотрите лучше видео Red Dead Gaming или Zero Exfusions. А также еще люди говорят, что среди игр для Свича битва за нейбруль относительно дешево стоит, а также не очень много занимает мест на накопителе. Ну и теперь последнее, что я хотел сказать, а именно впечатление очевидцев. Счастливых обладателей Свича и всей игры для одного. Вроде бы мне написало всего 4 человека в конечном итоге. Если еще кого-то вспомню, найду, то тоже поставлю. Самым первым мне написал SK4.ru сразу же, 19 марта, прямо в день релиза. Присыл мне вот такое голосовое сообщение, давайте я прямо воспроизведу оно. Это я тут сам написал, что сегодня купил растение против зомби-битву за Небервиль. В общем, что могу сказать о версии на Свиче. Мои впечатления отличные. Я никак не разочарован. Единственное, что в некоторых динамичных моментах может быть мыло. Ну то есть его лучше всего замечаешь, когда, например, на поле битвы начинаешь юзать скилл какой-нибудь. Например, вот ту же самую бомбу. Начинаешь бежать в самое месиво. Вот тогда, не знаю, оно, короче, как-то мылится. Но так-то графика достойная. Прямо как некоторых, скажем так, твоих видео, где ты ставишь на 720p. В общем, впечатление хорошее. Советую к покупке. Ну, впрочем, сделанные из этого мои выводы я уже озвучил ранее. Ну, а также далее он написал, что максимальное количество призовых лампочек 999. И на телеке графика лучше. Это я также уже сказал. Далее двое людей написали мне в фейсбук, чего я на самом деле никак не ожидал. И вообще я уж давно, ну точнее никогда, он им для чего-то не пользовался. Но вот мне этот аккаунт и пригодился. Давайте я зачитаю слова этих людей. На ютубе и в комментах под моими видео это бесполезный хакер и Fireflower124, соответственно. Fireflower написал, что поможет он мне с впечатлениями от этой игры. И когда он ее купил, он написал так. Как я зашел в игру, так сразу на меня вылетело это 10 фпс на загрузочном экране. Но графон нормальный. Вот все, что я могу сказать. Возможно, есть еще что-нибудь, но порт нормальный. Мне нравится за исключением некоторых моментов. Потом он сказал просто, что там есть некоторое количество мыла и фпс иногда проседает, а так все красиво и хорошо. Больше, также много написал бесполезный хакер тоже в фейсбук. Итак, ну поиграл он в игру эту на своем свече. Все рассказывать не будет. И на его удивление игра получилась очень даже хорошей. Причем не только на его удивление, но и в Бобоксе 999 тоже. Но есть некоторые моменты, которые он хочет сказать. Во-первых, каст-сцены настолько логучи, что хочется выкинуть приставку в окно. Во-вторых, почему у Team Vanquish только недельное событие. Всегда на других платформах он был постоянно все-таки режимом. Ну и все-таки игра получилась хорошо, несмотря на минусы. Оффлайн игра вообще получилась великолепно. Ну и он всем советует. Ну и последнее, что я помню, это бы вот вроде бы вот этот вот человек, который просто написал комментарий на ютубе. Впечатления есть. Да. В принципе, 30 фпс не ощущаются почти и не кардинально влияют на игру. Однако разрешение в прототипе плохое, а на телевизоре вполне неплохо. Графику урезали лишь немного. Думаю, покупать на Switch можно. Игра все такая же веселая. Но если вы не хотите играть в немного шакальности на портативке и имеете ПК или иную консоль, думаю, выбор очевиден. Ну что ж, вот так вот мнение этого человека. Разумеется, ссылки на всех будут в описании. Если я что-то написал там не так, или вы, допустим, хотите, чтобы я там написал не ютуб, а в ВК, или ютуб тоже, но прошу отписаться в комменты, я откорректирую. Всем спасибо за это большое. Ссылки на все использованные видео также будут в описании, так же, как и на англоязычных ютуберов по ПВЗ. Что же, до моего мнения, здесь я соглашусь и с людьми выше, и с мнением Реттгейминга и Бобокса. Если у вас есть Switch, и вы неравнодушны к ПВЗ, то определенно приобрести стоит. Совсем вы не разочаруетесь. Ну а теперь, под конец традиционно о новостях канала. Во-первых, наконец-то наступили долгожданные весенние каникулы, и я наконец-то со спокойной душой, ну хотя как, мне надо делать следующее видео, и проект мой до сих пор в дровах, могу устроить стрим на 600 подписчиков, да и просто вообще в принципе. Будет он, скорее всего, в субботу 27 марта. Традиционно и уже для всех привычно в 17.00, то есть 5 часов вечера по московскому времени. Ну а давайте также определимся с его темой. В принципе, на самом деле, я сейчас хочу устроить стрим исключительно по Битве за Нейбровель, так как я уже давно хочу пройти вот эти открытые локации, но что-то никак руки не доходят, а это вот как раз вот такой вот повод. Может быть, кто-нибудь как раз со Switch зайдет, посмотрит. Вот так вот. Да и вообще, как бы хайп BFN немножко поднялся. Но все-таки давайте попробуем написать в комментарии, что вы хотите. В принципе, я предполагаю всего лишь три варианта. Либо, как я уже давно хотел, экспериментально, так сказать, устроить стрим из-под Линукса, где я бы поиграл в обычный Майнкрафт, может в одиночке, может на каком-нибудь сервере. Или в Майнтест полностью бесплатную, с открытым исходным кодом, похожую на Майнкрафт игру. Также нативно поддерживаемую под Линукс. Либо же мы традиционно остаемся в Винде и играем либо в B2 за Нейбровель, то есть проходим эти самые открытые локации, что я хочу как раз сделать, наверное, больше всего. Либо в Гарнафр 2, думаю, с модами. Почему бы и нет? В принципе, давно уже пора. Хотя обзоров я не пилил. Правда, я не знаю, как я буду это все дело быстро собирать. Потому что у меня это... Я даже не знаю, где в этой Винде лежит. Точнее, нигде это у меня осталось в предыдущей Винде. Ну, в общем, собрать моды все равно надо. Ладно, в общем, пишите в комментариях, почему именно вы хотите стрим. И он вот будет в субботу. Ну, и я это как-нибудь попробую покучнее, чем я сейчас сказал, написать в закрепленном комментарии. Но я сам, как я уже сказал, хочу стрим именно по битве за Нейбровель вести. Но если вы очень хотите именно экспериментально под Линуксом, либо, скорее всего, все будут хотеть Гарнафр 2 с модами. Но вот я хочу все-таки битву за Нейбровель. Ладно. Последнее, что я хотел сказать, это по поводу следующих видео. Скорее всего, следующее видео будет, наконец, про Windows 7. Хотя это будет чисто мой трендеж на околокомпуктерную тему. Но просто я его уже хочу сделать. И все, чтобы оно было. Потому что... Потому что я так хочу. Вот. Ну, думаю, я сказал все, что хотел. Еще раз хочется сказать, что это первое видео по BPN за историю канала, в которое я сам вообще не играл. И вообще, весь текст видео опять был написан заранее. Только на этот раз за один вечер, а не за неделю. Ну, думаю, на этом можно закончить. Посему, с вами был я, Citrus0974. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, и в общем, всем счастья и всем пока. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok